Друзья, всем привет, вы на канале Необъяснимая, с вами Дмитрий. Если вы готовы видеть самые страшные видео со всего мира и ужаснуться, тогда погнали. Недавно сервис Rootube подвергся мощной хакерской атаке. Кто-то не пожалел ни средств, ни времени, а это говорит о чём-то. С каждым днём платформа Rootube становится всё мощнее. На данный момент сайт Rootube полностью восстановлен. Я туда выкладываю эксклюзивные ролики и вторые части роликов на ютубе, поэтому под каждым роликом есть ссылка в описании. Переходите, смотрите и подписывайтесь. Есть много вещей, которые бы вы ожидали увидеть на своей камере домашней безопасности. Бродячие животные, почтальон или может быть даже нарушитель. Однако в этом клипе от следующего реддитера из Портленда, штат Орегон, мы видим кое-что, что потенциально гораздо больше вас разнервирует. Клип показывает подъездную дорожку друга пользователя реддит. Всё происходит поздно ночью. Достаточно темно, но если прилететься, можно увидеть кое-что движется в тени. Кажется, что оно имеет размер и форму человека, однако выглядит как будто бы состоит из тени. Сначала вы можете подумать, что это просто игра света, но сразу после того, как тень перемещается, на подъездной дорожке загорается датчик движения, что указывает на то, что там действительно что-то есть. Таинственная фигура, кажется, исчезает в гараже, но дверь в гараж выглядит закрытой. Многие зрители считают, что на этом видео запечатлён теневой человек. Говорят, что люди-тени прячутся во тьме. Их выдаёт лишь тёмные очертания, видимые краем глаза. Некоторые считают их безвредными, однако другие считают, что это предвестники гибели. Существует множество теорий о том, кто такие на самом деле теневые люди. Некоторые считают, что они демоны, инопланетяне или даже существа из другого измерения. Однако есть зрители, которые скептически относятся к этим кадрам с камер наблюдения. Они говорят, что клип может просто показывать обычного человека, который скрыт тенями. Возможно, это просто ночной бегун или даже бродяга. Как вы думаете, что показывает это загадочное видео? Паранормальный, теневой человек или обычный человек? Напишите свои мысли в комментариях. Долгая прогулка по лесу может стать великолепным способом провести свой день и расслабиться. Однако в этом видео, загруженном «Хантед Лука» на Reddit видно, что это может быть также довольно нервирующим опытом. Когда начинаются кадры, мы можем видеть жену Reddit, расстоящую на пустой тропе в окружении деревьев. Внезапно пользователь Reddit спрашивает, тебя это только что за дело? Как будто бы что-то проходит рядом с женщиной. Сначала кажется, что камера не показывает ничего необычного. Однако, когда он поворачивается обратно к тропе, можно увидеть странную форму. Что бы это ни было, оно движется так быстро, что если вы моргнете, то, скорее всего, его пропустите. Но что-то там определенно есть. Форма была описана как туловище с длинными руками, парящими в нескольких сантиметрах от земли. Оно выглядит почти как высокий человек, у которого исчезла нижняя часть тела. Зрители предположили, что, судя по размеру и цвету, это мог быть призрак кенгуру. Другие же предположили, что просто деревья на заднем плане были искаженными и так выглядели в камере. Как ни странно, это видео было загружено тем же рейдитором, о котором я вам рассказывал в прошлом видео. Он является владельцем одержимой куклы. Так возможно ли, что этот автор умеет привлекать таинственные паранормальные силы? Дайте знать, что вы думаете в комментариях. Замок Лонглид Замок Лонглид – величественный дом в Англии, построенный в 16 веке. Он служит резиденцией маркизов Бат и, видимо, призраков тоже. Это страшное видео, опубликованное Стивом Хаффом в марте 2013 года, показывает призраков действии. Пока в коридоре мерцают огни, по лестнице спускается теневая фигура. Вы можете видеть, как следы фигуры делают шаг за шагом, пока он не достигает подножья лестницы, где отбрасывает тень на деревянный пол. На протяжении всего видео слышен лязг и шаги. Они как бы всё ближе и ближе подходят к оператору, а тень отдаляется всё дальше и дальше. Когда теневая фигура исчезает в конце коридора, там начинает мерцать свет. Как думаете, это действительно паранормальное явление? В то время как многие в комментариях говорят, что это убедительно и выглядит правдоподобно. Другие считают, что это видео либо отредактировано, либо это может быть эффект голограммы. А сделали её в этом замке, чтобы пугать гостей, которые его посещают. Напишите мне в комментариях, когда-нибудь в своей жизни вы сталкивались с чем-то необъяснимым? Во время посещения города-призрака Калика в Южной Калифорнии, автор Reddit, кажется, мог захватить доказательства чего-то действительно шокирующего, что могло подтвердить, что это место действительно населено призраками. Калик был основан во время Серебряной лихорадки 1880-х годов для того, чтобы обслуживать людей, которые заселили этот район и надеялись разбогатеть. Когда добыча полезных ископаемых прекратилась, население уехало. Посетители и сотрудники сообщают, что видели в городе множество паранормальных существ, в том числе и Люси Лейн, владелицу старого универсального магазина, бывших учителей и учеников в старом здании школы, а также перекати Поли Харрис, последнего маршала города. Это фото было снято Рэддитором во время турне с привидениями. На нём изображён салон Лил, одно из немногих сохранившихся оригинальных зданий в городе. Можно увидеть, как внутри здания движется тёмная фигура. Это тёмный силуэт на фоне линии заднего стекла. На следующий день пользователь Рэддит поговорил с барменом, который был немного напуган этой картиной. Она подтвердила, что закрылась до начала тура, в то время в здании тоже никого не было. Несмотря на это, некоторые Рэддиторы считают, что в фигуре, скорее всего, нет ничего сверхъестественного. Они считают, что это могла быть тень кого-то на другой стороне салуна, которая падала через окно здания. Хотя это, безусловно, возможно, но нельзя не задаться вопросом, может ли эта таинственная фигура на самом деле быть духом кого-то, кто считается обитает в этом старом городе-призраке. А следующий клип держит меня в напряжении. А видео было опубликовано в апреле 2022 года ютубером Хишам Альдимак. Он пользуется большой популярностью в испаноязычном сообществе YouTube. На кадрах видно, как группа исследователей паранормальных явлений изучает заброшенный дом. Когда они смотрят в сторону комнаты, один из членов команды начинает кричать. Оператор поворачивается и видит это позади себя. Фигура в манте медленно уходит от них, не отвечая на многократные призывы. До сих пор неясно, была ли это паранормальная фигура, возможно, Джин, или это один из участников команды. Это розыгрыш или привидение? Напишите свои мысли в комментариях. Следующее страшное видео было тоже загружено пользователем Reddit. Похоже, это отрывок из записи с камеры наблюдения, снятым на складе. Мы видим множество ящиков, выстроенных рядами, наполненных какими-то различными овощами. А теперь посмотрите, что будет дальше. Внезапно кажется, что два ящика с правой стороны опрокинуты. Какая-то невидимая сила сбрасывает их. Затем в кадр входит сотрудник, не подозревающий о том, что произошло. Его чуть не сбивает самая высокая стопка ящиков, когда они падают. Некоторые пользователи Reddit считают, что ящики могли упасть из-за порыва ветра. Однако другие отметили, что вы можете видеть движущуюся цепь, которая свисает с потолка. Наверняка порыв ветра был такой силой, которая прокинул ящики и заставила шевелиться цепь. Кроме того, кажется, что первые два ящика, которые перемещаются, не просто переворачиваются. Возможно, что-то действительно их захватывает. Так действительно ли ветер заставил опрокинуться ящики? Или это могла быть работа мерзкого полтергейста, который, возможно, пытался столкнуть ящики на ничего не подозревающего сотрудника? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok